Привет дорогие зрители канала! С вами Рудник и февральский выпуск новостной шахты, где я рассказываю о прошедших обновлениях, анонсах и других интересностях у инди-игр и не только. В первую очередь тех проектов, которые уже были на моем канале. Приятного вам просмотра! В начале февраля издательство Toplets Production засветило первый блок разработчиков проекта Vampire Dynasty, очередного представителя их франшизы, где играть уже придется за вампира и обустраивать свою собственную династию вампиров. В ходе видео нам рассказали об основных акцентах в игре, давая общее представление, что же это будет за проект. Ориентированным он будет на приключенческую составляющую с механизмами кооператива, где даже выбор варианта диалогового ответа будет коллективным, если играть будет более чем один игрок. Атмосфера в игре будет сочетать в себе условную Трансильванию, дополненную магией, некой мистикой, что будет выражаться в том числе в специфичных ресурсах и событиях. Также нам бегло рассказали про масштабность модульного строительства, здесь реально будет возвести буквально свой собственный вампирский замок. И как я успел понять, мы будем балансировать на лезвии ножа между людьми и дикими вампирами, потерявшими над собой контроль и стремящимися привнести величие вампирской расе. Тема интересная, но как она будет сочетаться с механиками династии и самой сутью франшизы пока неизвестно. И мы увидим это уже в 2024 году. Разработчик проекта Терминус продолжает развитие своего проекта. И несмотря на очевидную разницу в визуале, в масштабах проекта, актив Терминуса, к моему удивлению, соразмерен сейчас с активностью игроков Сенгоку Династи. Так вот, в грядущем обновлении разработчик по имени Ингион добавит две крупные локации. Военную базу и исследовательский центр. Расширит набор зомби, которых мы встретим по мере игры. Появятся зомби ученые и зомби военные. В новом обновлении ожидается пополнение базы предметов, новые оружия, расходники, машины. Добавятся четыре новые возможные концовки и поддержка стимдек. Звучит неплохо, тем более для инди-проекта, разрабатываемого одиночкой и любителем. В этом месяце на странице игры Brassage анонсировали VR спин-офф своей первой части под названием Brassage Cosmic Cluck. Как отмечено в новостях, сами разработчики особо в подготовке этой игры не участвовали. И основную часть работы выполнили издатели из Hype Train при непосредственной поддержке мета. Игра получилась скорее по мотивам, чем полноценным воспроизведением Brassage. И в целом неплохо, как мне кажется, своего ценителя этот проект тоже найдет. Не только одним Brassage пополнилось разнообразие игр VR в этом месяце. Потому как от издателя Medieval Dynasty мы также получили анонс игры VR под названием Medieval Dynasty New Settlement. Принципы качества спин-оффа на том же самом уровне, на мой взгляд. Здесь в трейлере засветились все основные механики оригинала. И земледелие, и охота, и крафтинг. Так что для ценителей VR также скоро появится проект для отдыха и успокоения. Хоть и с упрощенной угловатой графикой. В ходе февраля месяца компания SuperKami продолжила анонсировать изменения о своем грядущем обновлении под названием Kintsugi. И о котором недавно я публиковал свое обзорное видео. Обновление в целом ожидается глобальным, очень крупным. Помимо технических новинок в виде поддержки FSR и DLSS и до переработки корневых механик по производству, прокачки персонажа, процесс получения новых рецептов. Кто следит за проектом, настоятельно рекомендую посмотреть мое видео о данном обновлении, если вы этого не сделали ранее. Там будут все известные на данный момент детали игры. После длительного этапа разработки по проекту Blight также появилась новость о текущих изменениях в игре. То, о чем я уже упоминал в прошлых выпусках. Пещеры. Теперь они будут, насколько известно, процедурно сгенерированными. И в них можно будет найти существ, ресурсы и даже какие-то предметы. Также нас там встретит кромешная темнота, но по скриншотам эта новая область выглядит просто великолепно. Вдобавок к этому Сурк добавил механику плавания, которая напрашивалась из-за обилия воды в игре и в пещерах в частности. Также переработан внешний вид инвентаря, теперь он не штучный, а на основе неких слотов предметы занимают разное количество ячеек в зависимости от их размера. Сурк увеличил разнообразие местности, подкрутил анимации некоторые и усложнил механику разведения огня. Многообещающим была концовка новости, чтобы мы следили за грядущими обновлениями и возможно перед запуском в раннем доступе будет запущено еще одно финальное тестирование игры. Надеемся, что долго ждать релиза не придется, очень уж вкусным даже сейчас выглядит проект The Last Plague of Blight. Потенциальный убийца серии игр Sims под названием Inzoe вернулся аж с двумя интересными новостями в этом месяце. Во-первых, команда разработчиков увеличилась практически вдвое, с 60 до 100 сотрудников, что позволит ускорить разработку и полировку проекта. И во-вторых, мы получили подтверждение о планах выпустить игру в 2024 году. Год долгий, по сути только начинается и всегда остается опция, что к нам вернуться ближе к концу года скажут, что увы и ах, мы не успели и увидимся в следующем году. Однако до последнего мы будем оставлять надежду, что этот проект все-таки не придется долго ждать. Лично для меня он выглядит серьезнее, чем тот же самый Life by You, который недавно сместил сроки на июнь, и уж точно может выстрелить из-за реалистичности визуала и заявленным возможностям игрока. После провального старта игры, свежим крупным обновлением разработчики игры Corsair's Legacy хотят выровнять многие косяки, которые встретили игроки на запуске раннего доступа и которые побудили написать негативные отзывы. В обновлении под номером 2, о котором сейчас идет речь, было действительно добавлено много интересного. Во-первых, новая ролевая модель. Получение опыта, прокачка умений, характеристик героя, все это появится. Во-вторых, наконец-то нам дадут возможность торговать всем тем барахлом, который мы находим по мере игры. В-третьих, добавлен город Бриджтаун, где можно будет погулять, посетить таверну и сыграть там в Перуда, а можно спуститься на арену и подзаработать звонкую монету и опыт. Что еще немаловажно, на островах теперь можно будет ускоряться не вдвое, а аж втрое, чтобы быстрее добираться от квестовых точек до следующих квестовых точек. В целом, изменения многообещающие, на мой взгляд, в правильном направлении. И если сейчас тот же самый Бриджтаун не выглядит как решение многих проблем, то он хотя бы закладывает базис для многих будущих механик и дает игроку возможность оценить развитие игры, вернее направление этого развития. В описании обновления анонсировали еще одно из изменений уже следующего, третьего обновления. Оно будет направлено на добавление возможности начинать игру сразу в городе, минуя первые главы истории. Наконец-то появилась конкретика по запуску игры Goblin Stone. Уже достаточно давно, в прошлом году, я делал обзор на демку этого проекта и он показался мне как минимум просто играбельным. Теперь же разработчики наконец-то нам сообщили, что проект запустится 12 марта 2024 года и в текущем состоянии он содержит в себе порядка 40 часов игрового процесса, сотни разных комбинаций между классами гоблинов, оружия, способностей и вариаций карт. И 25 боссов в игре. Не сказать, чтобы наполнение прям огромно, но хотя мы помним, что это инди-проект, но поделать в ней будет что, тем более отслеживая историю отряда наших отважных гоблинов. На этом все, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр и до новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова